С 1 января 2016 года городское образование должно перейти в видение региона. Однако городская администрация не торопится передавать имущество школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Затягивание этого процесса ставит под угрозу образовательный процесс после Нового года. Чтобы не допустить срывов, городские депутаты решили взять инициативу в свои руки. И на внеочередную сессию вынесли всего один вопрос – внесение изменений в положение, которое поможет передать учреждение образования в видение региона. Как того требует 95-й закон Неницкого округа. Окружной 95-й закон вступил в силу еще в начале текущего года. С 1 января 2015 года все образовательные учреждения Заполярного района перешли под крыло округа. Город попросил отсрочки, чтобы решить все вопросы. Переходный период завершится 31 декабря. Однако до сих пор подвижек в этом вопросе со стороны мэрии нет. Татьяна Федорова в качестве аргументов приводит то, что передача полномочий приведет к нарушению отраслевого федерального закона об образовании. В голове города какой закон исполняет? Закон об образовании, который напрямую передал о мете полномочий, который закреплен в 131-м законе, как отрешение вопросов местного значения. Или выполняет 95-й закон, который взял и перераспределил. В октябре Верховный суд Российской Федерации поставил точку в споре мэра города с администрацией региона о правомощности 95-го окружного закона о перераспределении полномочий. Высшая судебная инстанция оставила решение окружного суда в силе, оставив апелляцию без удовлетворения. То есть 95-й закон был признан соответствующим федеральному законодательству, а значит обязательным к исполнению. В октябре намечались подвижки в этом спорном вопросе. Татьяна Федорова подписала дорожную карту, в которой прописан весь процесс передачи школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Но на этом все остановилось. Сейчас образовательный процесс в городских учреждениях образования в 2016 году под вопросом. В контрольную счетную палату поступил проект решения о бюджете муниципального образования муниципального образования городского города на 2016 год. В данном проекте решения финансовые средства на образование не заложены. Необходимые деньги на обеспечение работы школ, детских садов, учреждений дополнительного образования есть, но только в бюджете округа. Это порядка 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Чтобы не приостанавливать работу и не нарушать конституционные права детей на образование, городские депутаты взяли инициативу в свои руки. Народные избранники определили перечень муниципального имущества, которое необходимо передать в регион. Всего это 20 объектов – 5 школ, 11 детских садов и 4 учреждения дополнительного образования. А на внеочередной сессии приняли решение о внесении изменений в положение о порядке управления и распоряжении имуществом, находящимся в собственности города. Изменения предусматривают тот случай, если администрация не будет выполнять полномочия по передаче. Данным изменениям мы расширяем полномочия Совета и для того, чтобы не допустить бездействия со стороны депутатов, так как мы несем ответственность перед нашими избирателями, мы сможем выполнить функции по передаче учреждений и образования окружным властям. Теперь глава города должна подписать принятое депутатами решение. А между тем, до окончания переходного периода осталось три недели.